Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня также 31 июля и я тороплюсь побыстрее рассказать, описать все сорта томатов, потому что 1 августа уже я начну прием заказов на семена. Мы в предыдущем видео дошли до гнома, сейчас 104 номер медовая капля. Среднеранний индотерминатный, то есть неограниченного роста, высокорослый сорт томата для теплицы открытого грунта. Куст с крупными картофельными листами высотой до 2,5 метров образует много пасынков. Но вот у меня до 2,5 метров он конечно не вырастает, у меня сибирский регион, ему мешает зима. Вот 2 метра и все, а потом уже морозы у нас наступают. Рекомендуется формировать растение в 2-3 стебля, плоды завязываются кистями, в кисти 15-25 штук, очень декоративное растение. Вот эти кисти прям вообще как виноград. Плоды мелкие, грушевидной формы, в стадии зрелости, желтого цвета, весом 20-30 грамм. Этот томат относится к томатам черри, самые меленькие. Вкус ярко выраженный, сладкие помидоры универсального применения, хороши для свежего употребления, для консервации, украшения блюд. В консервах красиво смотрится с черри другого цвета, например с красным, с синим, черным. Томат медовая капля можно выращивать в теплице, в открытом грунте, но необходимо учитывать, что куст будет высоким, как минимум 1,5 метра. Поэтому требуется хорошая подвязка к опоре или шпалере. Урожайность до 2 килограммов с одного растения, но это еще при соблюдении агротехники, а может быть и меньше. Достоинства, хорошая лёгкость, отличный вкус, устойчивость к основным болезням. Если мы посмотрим урожайность, то урожайность конечно смешная по сравнению с другими, там где 10-12, 2 килограмма всего с растения. Ну потому что они маленькие крохотулечки, 20 грамм, там крошечные игрушки. Ну конечно все перекрывают другие достоинства и выращивают его люди не для получения огромных урожаев. А вот из-за таких необычных, необычных красивых, необычно вкусных плодов, очень любят дети. Его можно, если большой томат 500 граммовый, ты не дашь ребенку 4-летнему, 5-летнему, он его даже откусить не сможет, он огромный. А эти можно штучно есть, как виноград и в засолке очень красивый. Я раньше, когда его консервировала, комбинировала с другими, с красным трюфелем, с другими игрушками красного цвета, вообще живописнейшие банки. Посадив медовую каплю, вы не ждите от него большой урожайности. Он урожайный, но как по-своему, их много, но они мелкие и вес маленький, и 10-15 килограмм, конечно, вы не наберете. Но вот насколько я знаю, я раньше выращивала, все равно собираешь почему-то ведрами. Вот здесь написано 2 килограмма, я сколько помню, я прям собирала по пол ведра, ну несколько раз. Надо нынче посмотреть, нынче я выращиваю медовую каплю, кто ее ни разу не видел, я вам покажу. Но в интернете это очень известный такой, ну как уже традиционно прославленный сорт черри медовая капля. Можете посмотреть в интернете и фото, и как его выращивать, никаких особенных условий ему не нужно. Он растет вместе со всеми. 105 Мисс Америка. Вот это уже мы дошли к таким редким, редчайшим сортам, о которых, может быть, некоторые даже ни разу не слышали. Я вот Мисс Америка один раз их купила много-много лет назад, лет 10, больше я не видела в продаже ее ни разу. Номер 105 это тоже с картофельным листом, тоже высокорослый, но только плод красный, круглый 100 грамм. Он ранний и вот идет кистями. И в кисти вот таких 100 граммовок 7-10 иногда бывает. Вот представьте, сколько весит одна кисть, они такие массовые, такие красивые. Кисть идет через 2 листа в 3 стебля. Если формировать, то можно 14-16 кистей на кусту получить. Но все это, опять я вам еще раз напомню, зависит от условий выращивания, от погодных условий. Если у вас не будет, например, как у нас иногда в сентябре заморозка, который раз и все прибивает. Какие там 16 кистей. Очень урожайный, очень такой эффектный томат. У меня он в этом году есть, я вам его потом покажу. Голубые ели. Но это тоже не очень распространенный сорт номер 106. Ранний низкорослый, детерминатного сорта томат. Я вам его показывала в теплице, я вам его показывала уже на улице. Это именно тот, который с такими съеловыми листиками, морковного типа они как называются. Куст высотой 68 сантиметров, листья резные морковного типа. Плоды плоскоокругой формы, гладкие и красного цвета. Весом 100-220 грамм. Вкус обычный, помидорный с кислинкой. Предназначен для выращивания в открытом грунте. Хорошо подходит для консервации, для употребления в свежем виде. Ценится заранее спелость, неприхотливость, стабильно высокую урожайность и устойчивость к основным заболеваниям томатов. Я вчера, когда выставила видеоролик, что наступило у нас уже томатное изобилие, я голубые еле не показывала, но они тоже у меня в сибирском регионе в открытом грунте уже поспели. Был видеоролик специально. Я ничего для этого не делала, посеяла в конце марта, высадила в открытый грунт. Спелые плоды уже есть. Если он ранний, то он и должен поспеть рано. Уж в конце июля раннеспелые томаты должны быть спелые все. Какая есть у него, ну какой недостаток некоторый. Вот я продаю же, как рассаду, ну людям. На следующий год они когда приходят, и они делятся своими впечатлениями о выращенных томатов. И некоторые считают недостатком, но все-таки его вот эту мелкоплодность. Он не очень крупный, он поспевает рано. У нас же людям надо, чтобы и рано поспел, и чтобы был вот такой огромный плод. Но обычно так не бывает. Если он скороспелка, если он ранний, то у них плоды не очень крупные. Во всем остальном он очень хороший томат. И некоторые даже в восторге, вот приходят люди и даже пишут. В позапрошлом году кто брал, и вот в прошлом году писали, что какой классный сорт. До самого мороза все формирует и формирует плоды. Наступил мороз, и вот это голубые ели стояли все еще с красными плодами. То есть длительный период у кого-то плодоношение получился. И вот я всегда говорю, что для того, чтобы узнать, какой это сорт хороший или нехороший, конечно, нужно попробовать самому в своем регионе и на своем именно участке. Кто-то сильно ухаживает, холит и лелеет, кто-то вообще не ухаживает. Результат, конечно, получится у всех разный. Номер 107. Голубая старица. Но это уже у нас экзотика пошла. Это томаты синего цвета. Они вот три сорта. Все похожи друг на друга, просто размер плода немножко отличается. Номер 7. Голубая старица. Они обыкновенные. Среднеспелый, среднерослый. Томаты темно-синего цвета. Только голубая старица и голубая звезда, они более крупненькие. А голубика, она с мелкими плодами, темно-голубого цвета, вот именно как ягода голубика. Я уже нынче показывала их в зеленом виде, они еще не поспели. Они уже такие темно-синие, очень декоративные. И у них кусты-то с каким-то фиолетовым отливом. Я именно из-за этого их и выписывала. Выписывала когда-то давно тоже у частного, у человека, частника, кто занимается продажей семян. И они у меня остались в моем огороде, они мне очень нравятся. Они, главное, сначала фиолетово-зеленым, а потом внутри-то они становятся красные. И когда вот эти фиолетовые плоды разрезаешь, они внутри ярко-красного цвета и очень вкусные. Летом вам все, я их покажу. 110 новинка Приднестровья. Это засолочный сорт. Конечно, его никто на салат не будет использовать, потому что он вес 35-50 грамм. Средне-ранний дружно созревающий сорт, пригодный к механизированной разовой сборке урожая. То есть, он сразу весь, его даже на полях садят, он сразу весь созревает, его можно сразу хоп, все собрал, сразу засолил, все. Куст детерминатный, высотой 48 сантиметров, плоды красные, цилиндрические, гладкие, с гранями, массой 35-50 грамм, плотный и вкусный. Сорт используется в свежем виде и для консервирования. Он чем хорош для консервирования? Они все одинакового размера, все дружно спеют, и их можно, как нерастянутое плодоношение, можно сразу, вот наметили вы, например, сделать консервацию, дождались, когда они поспеют, можно сразу все собрать, много банок законсервировать, все, и с облегчением вздохнуть. Мы засолкой, засолку все закончили. Можно комбинировать с желтыми плодами такого же размера, например, 111 балконная звезда, ультраскороспелый сорт для выращения в открытом грунте, в вазонах, на подоконниках, на балконах, не требует формирования, растение низкое, 30-40 сантиметров, с отличной завязываемостью, плоды круглые, небольшие, 20-30 грамм, ярко-красного цвета, плоды очень сладкие, плотные плодоношения идут непрерывно, начиная с июля до заморозков, плоды используют в свежем виде для консервирования. Вот этот сорт, это близнец Пиноккио, они очень похожи с Пиноккио, что у нас там Пиноккио 113, 113, 111, это одинаковые, просто у Пиноккио у него немножко другая форма куста, у него как-то немного вниз листья, а эти листики покрупнее, одинаковый размер плодов. Но вот бывают же как два, например, бычье сердце и воловье сердце, их тоже, они и форма одинаковая, и все, и вот эта балконная звезда и Пиноккио, их можно выращивать и в открытом грунте, у меня нынче растут в открытом грунте, я вам потом покажу, Пиноккио уже поспел давно, и это тоже начинает спеть. Ну, самые вот, самые большие достоинства, я считаю, этих сортов в том, что их можно выращивать и дома. Вот сейчас, осенью, я уже собираюсь посеять их, попробовать вырастить к Новому году. Посадив вот эти, попробовав вырастить вот эти томаты, они хорошо растут на балконе, ну, с подсветкой обязательно, и хорошо растут на балконе, и на подоконнике с подсветкой. Можно вот эти томаты, балконная звезда, Пиноккио вырастить в зимнее время и получить, например, к Новому году, к 8 марта плоды, многие этим занимаются. 112 балконное чудо, черри. В некоторых материалах в интернете я вижу балконное чудо, вот такое описание, как балконная звезда, именно низкорослая, детерминатная. Но у меня, я изначально покупала пачку балконное чудо, у меня индетерминатное балконное чудо, и вот это балконное чудо, оно выращивается в виде лианы, оно может быть и 2 метра и дальше. Так что, если, например, вы где-то видели балконное чудо короткое, у меня это не то, у меня длинное. Ультраскороспелый сорт для выращивания в открытом грунте, в озонах, на подоконниках, на балконах, не требует формирования. Растение индетерминатное, высотой 1,5-2 метра, с отличной завязываемостью, плоды круглые и небольшие, 20-30 грамм, ярко-красного цвета. Плодоношение идет непрерывно, с июля до заморозков, плоды используются, ну, и в свежем виде для консервирования. Если сравнивать балконная звезда и балконное чудо, то балконное чудо, которое индетерминатное, оно дает в разы больше урожая. Оно тянется, 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 и на протяжении вот этих 2 метров я выращивала в огороде, в ящике, просто в огороде в ящике, подвязывала колу. Оно все увешано вот этими гроздьями по 20-30 килограмм. Если эти всего 30 сантиметров, и там кистей, ну, пусть там 5-6, ну, 8, то этих будет и 20, и 25 кистей. Вот с одного томата я собирала несколько ведер помидор и не знала, куда их девать. Они очень маленькие, как горошины, 20-30 грамм по сравнению с нормальными томатами, но очень плодовитые. Вот кто хочет на балконе вырастить на будущий год, высаживайте лучше индетерминатные, они будут тянуться у вас до самого потолка, и урожая вы получите намного больше. 113 пиноккио, ну, это всем известный горшечный сорт, ультраскороспелый сорт для выращивания в открытом грунте, в озонах, на подоконниках, на балконах, не требует формирования. Растение низкое 30-40 грамм, с отличной завязываемостью. Плоды круглые, небольшие, 20-30 грамм, ярко-красного цвета, плотные, сладкие. То же самое, что говорила про балконную звезду. Подходит всем, кто дома будет выращивать. Я в прошлом году показывала, как я декорирую этим пиноккио вдоль дорожек, высаживала. Я прям вот у меня бордюр в огороде, вдоль бордюра высаживала по 40, по 60 кустиков. Они очень декоративные, они сначала цветут, как цветы, в все желтых цветах, потом покрываются красными ягодами, вот этими вот. И кажется, что как ягодки, да. В любом случае отдадут вам урожай, им ничего не страшно, ни холод, ни дождь. Конечно, к концу сезона листья у них декоративно стеряются, они там желтеют, скручиваются, засыхают, отваливаются, но плоды созреют все. 114 розовая жемчужина, такая же почти, штамбовый скороспелый сорт для выращивания в открытом грунте, в озонах, на подоконниках, на балконах. Не требует формирования, растение низкое, 30-40 см, с отличной завязываемостью, плоды круглые, небольшие, 50-80 г розового цвета, плотные и очень сладкие. Плоды используются в свежем виде и для консервирования. Отличается от предыдущих карликов, от пиноккио, от балконной звезды только тем, что у него плод немножко побольше. У них 20-30 грамм, а у нее уже 50-80 грамм, у нее уже плоды такие нормальные, которые можно покушать, из которых можно сделать салат. Но все равно, она маленькая такая, штамбовая, скороспелая, конечно, большого количества плодов и урожая вы не соберете, но вот я вам уже показывала розовую жемчужину, она у меня на заваленке вдоль теплицы, вот такие растут, которые маленькие, неприхотливые. Можно использовать также на подоконнике, в огородном балконе, пожалуйста. Не будет никогда крупной, не будет никогда огромного урожая, но она берет своей скороспелостью. На первое время, когда еще нет крупных, вот эти томаты выручат очень хорошо. 115 барнаульский консервный, название само о себе говорит, раннеспелые холодостойкие, высотой 40 грамм, детерминатная, не требует посынкования. Плоды красные, удлиненные массой 40-60 грамм, плотные, рекомендуется для потребления в свежем виде и для цельноплодного консервирования. Можно выращивать посевом семян непосредственно в грунт. В грунт это когда вы выращиваете, получите очень поздно, как раз к тому времени, когда соберетесь сеять, например, в конце, ой, солить в конце сентября. Он похож немного на штамбовый засолочный, о котором я очень много показывала, потому что барнаульского консервного нынче я не сеяла. Показать мне нечего, потому что у меня есть прошлогодние семена. А вот с штамбовым засолочным, они немного похожи, но штамбовый засолочный, он крупнее массой 50-100 граммов, его можно употреблять в еду. Ну а этот 40-60 грамм, его, конечно, вы не будете употреблять в еду, потому что в это время, когда он вырастет, если вы будете садить не как скороспелку его, будет уже много таких, ну полноценных крупных томатов. Больше всего используется только для засолки. Он вот, его будет много, он будет весь усыпан вот этой мелочью, они как горох, я выращивала его на ленивые грядки, прям просто на земле они лежали, листья в конце концов почернеют, засохнут, останутся одни плоды. Приходишь и эти горошины в ведро просто складываешь, как это, ну никакого ухода, я не посынковала, я не подвязывала ничего. Вот, тем он хорош, что если вам именно для засолки посадите в обычные традиционные сроки и поздно осенью, ну вот, например, в конце августа, в начале сентября он сам собой вызреет, пойдете соберете и все. Все, на этом я заканчиваю, следующий начнем видеоролик со штампового засолочного. До свидания, я надеюсь, до 1 августа, до завтрашнего дня. Я остальные все вам опишу, тут немного осталось, ой, все, до свидания.